приветствую сейчас я запишу одну главу которая будет посвящена укреплению и ошибки трещин шуруповертик обернули кнопка страдает очень сильно кнопка страдает очень сильно потому что крутим вверх крутим вверх попадает пыль все есть перо и есть саморезы ну вот уже понадевали тут шайбочки шайбочки 18 12 по моему 20 и как она там 20 не короче в конце в общем шайба 6 внутри диаметр 18 наружу вот перо 20 вот здесь это перо для работы по дереву и вот здесь были такие зубчики и вот эти зубчики я спилил потому что они вгрызаются глубже чем не надо штукатурку черные обычные саморезы по дереву вкручиваются очень легко и просто покороче вот три старые по моему это для потолочка для тонкой штукатурки там аккуратненько аккуратненько будет крутиться можно аккуратно крутить то есть подлиннее 40 45 по моему есть длинные вот туда вот в подугу туда вот прикручивать будем тоже укреплять длиннее чтобы достать там толстый слушатурки вот тут не до конца везде расчищено то что могло бы упасть я вот специально оставлял ну вот этот это вот да она отвалится вот мне надо его отвалить до если начну его тянуть я вывалю весь этот кусок и порву дранку мне это не нужно начать я делаю в этом случае чего я делаю мне этим удобно я как врач я постукивать растут его и в движение не да то есть держится хорошенько а вот здесь я четко чувствую для бежание здесь чувствую здесь 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 же нет фактически то есть я этот кусок сейчас просто вырежу вот этим зубом вот доска вот тут где-то пробел вот я зайду за пробел на доску вот сюда и срежу его по технологии для реставрации штукатурки я бы должен отбить это молотком здесь ничего не буду стучать крайне не рекомендую все упадет я просто отрезаю хорошенько проезжаю здесь вырезаю и это прибежащий кусок я сейчас обратно удалю вот он вот он абсолютно не держится вот это что нам нужно опять же повторюсь по идее мы должны были бы это все демонтировать но слабо держится за все время вот эти места где зацеп идет за на раночку вы здесь они терялись прочностные свойства слабилась стукатурка ну ничего нормально и бежит не не буду ломать все вот возьмем тогда вот этот участок сначала возьму треугольный цикл и с силой проведу вот так является углубление я не беру хорошую штукатурку хорошую штукатурку я не могу вот так разодрать за счет того что туда попадал воздух влага вот вместе разрыва слоя там что только хуже она хуже по своим характеристикам то есть она не находилась плотном слое разрыв вот это шатание какие-то в общем она хуже поэтому выпадает оттуда в обратное углубление и туда потом туда раствор попадет глубже если мы намажем просто она будет хуже вот той первой комнате там просто замазана и все равно держится но так же будет лучше так точно будет лучше потому что раствор попадет вглубь тут твердая штукатурка дальше все хорошо вот вывалился кусок сразу отсюда не вывалишь он слабый все хорошо это все не держится удаляем из угла так вот здесь впереди еще вообще не льет отлично но ничего работать с тем чем есть опять же экономия средств и времени не для меня для заказчика лучше делать буду но наше деятельность игра заключается вот что мы экономим деньги и человек получает на какое-то время ремонт не капитальный ремонт капитально было бы все демонтировать или водительность делать вытянут новые тяги и делаем капитальный ремонт сейчас я буду расшивать усиленно углублять что максимально толкануть туда раствор глубже крепкого свежего вот тут вижу трещина легенько так снимаю как у папа видимо тут была печь потому что вот вниз полностью отсыпался сам вот дымоход там чё-то может что-то дымоход будет в дуре связать на болгарке и нам будем штукатурить ну все поехали и мы будем укреплять расширить кусочек взяли перо на сверлении доска идет вот есть небольшое углубление или вот не всегда получается мало делать вот здесь . такие вот типа квадратным гнездовым тут пауза где-то смогу здесь все летит прям шуруповерт и убивать эту кнопку можно доска здесь они надетые да они там падают потом сваливаются этих шайбы но ничего не все кое-что остается но зато удобно если вот так не делать предварительно не надевать то потом это будет очень геморно тебе надо крутить а ты сидишь набиваешь как дура вот оцинкованы они хуже намного крутится и начинают трещать там что-то пык 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 и вот это все трясется плохо обычные саморезы чтобы они не жарели мы потом все это в таком случае если не попал если вот не зафиксировал я просто вытаскиваю и оставляю который прохожу я беру больше участок просто прохожу я вижу где потом перекручиваю пером рядом вот там где мне хотел крепить длинные 65 длинненькие длинненькие сейчас крутим туда надеюсь попаду куда-то вот когда вот так начинается на потолке это все дребезжит это жесть короче поэтому я беру короткие 32 может даже 25 взять для потолка на этой толщина вот из 2 хоть и отлично всякое может быть кучистым что-то захочет упасть и муж будет сложнее это сделать потому что мы его подфиксировали вот сюда хочу все сюда все то же самое с потолком все тоже тоже расшиваем тоже прикручиваем также поджимаем только по поменьше саморезики может но вот например это печень все покажу не просто довольно таки неудобно здесь повышена тогда будет плохо снимать вот как она отваливается из трещины просто тут надо быть предельно аккуратным очень мало засветить вот тут я вижу дранка раз вот одна его следующее идите следующий вот тебя хуже чем стена чуть-чуть вот хорошо дальше здесь сделаем попал в дранку прям нет не годится подверг а здесь нормально вот я тоже да ладно другого вместе делаем так здесь вот здесь попробую короткие очень аккуратно поджимаю все до момента сопротивления до появления этого момента дальше я на все вот она прижимаю все дома и больше не надо чуть-чуть бывает под правами что чаще хорошо все за получается бывает может можно право проломить туда внутрь приходится перекруче потому что на них не действует когда не работает вот пустота назад его и оставил поймал доску носки тут вот так вот здесь это доска тут пустота так еще вот в этой дранки выискивать места хороших зацепов вот такие тоже еще один перекрутить то есть у меня там висит не надо будет лишнее движение совершать чтобы его поднять снизу он меня есть а его перенесем так доски так тут и вот так все нет вот так вот трещины вот так вот так доски тут скатал можно был пояс с собой вот на пузо или монтажные брюки на брюки жарко а пояс на меня не лезет толстый слишком как-то выглянуть с поясом легче да не надо вот так нагибаться то есть там и гимнастика то я отменял так да предположение было верно и там доска тут и не было все вот щёточки вот это все дело убрать лишнее и саму убрать лишний осыпающийся расход почистить я все сделали щёточки почистили и потом в самом конце обеспылили убрали оттуда пыль и все это готово и потом за один раз краскопультом это все загрунтуется жирно мощно так что прям стекала с нее то есть и это будет готова под что готов собственно вот второй этап такой раз два действия в одном этапе лишний раз не подходить все расшил углубил прочистил укрепил ведь почистил вот это все и обеспылил а еще перед грунтование мы это прокрасим автомобильной вот этой грунтовкой грунтовкой по металлу какие там разные серебристые там суетом цвет как коричневый и вот эти шайбы мы прогрунтуем чтобы не было коррозии чтобы не появилось все на этом спасибо я заканчиваю